Привет! Это чайный канал Art of Tea, меня зовут Иван, и сегодня мы говорим про пять альтернатив знаменитому чаю Earl Grey. А в конце видео мы заварим китайский чай в бабушкином сервизе. Для того, чтобы подобрать альтернативу Earl Grey, мы будем опираться на три параметра. Экстрактивность. Это чтобы чай заваривался быстро, сильно, ярко, интенсивно, но при этом не перезаваривался. Простота заваривания. Минимум внимания к способу заваривания. Просто бросьте щепотку в стакан, в кружку, залейте кипятком или можно посоремониться с гайванью. Везде должно получиться одинаково хорошо. Яркий, понятный, насыщенный вкус. Ничто не должно его перебить. Тортик, жвачка, сигарета. Через все должен пробиться наш чай. Но прежде чем разбираться с альтернативами, давайте выясним, что вообще такое Earl Grey. Историческая справка. Это вообще-то имя. Earl это значит, что у нас граф. Grey это Grey. И так звали премьер-министра Великобритании в начале 19 века. И есть куча разных легенд о том, почему этот чай называется именно так. Все они имеют разную степень достоверности. Одна из таких самых прикольных историй это, конечно же, трюм корабля. Бочки с маслом бергамота. Шторм. Тюки с чаем оказываются политые этим маслом, ароматизируются. И торговец, который проделал это сумасшедшее путешествие сквозь полумир, возвращается в Англию и решает, что надо что-то делать с этим чаем. И говорит, что он его продает. А все говорят, да вроде бы и вкусно. И понеслось. Альтернатива номер 5. Диньхун со слоном. Мы отправились на гору Уленшань и заказали у тамошних фермеров вот уникальный купаж специально для нас. Здесь есть типсы, здесь есть листья и из-за этого вкус получается довольно сбалансированный. Потому что листья отвечают за силу, плотность вкуса, а типсы за тонкость и за ягодные оттенки. И здесь много этих ягодных оттенков, и они превращаются даже в такой бисквит. Этот чай он сладковатый, и в нем есть и бархатистость, и терпкость. И все это вместе очень красиво сочетается в интересный букет. Поэтому мы доверили этому чаю вот эту обложку, знаменитую чай со слоном, потому что это очень узнаваемый вкус. Даже если положить его просто в чайник, в кружку, залить кипятком, получится вкусная, ароматная чашка хорошего чая. Когда ко мне приходят гости, и нужно выбрать чай под тортик, я часто выбираю деньхун со слоном, и он отлично сочетается, в отличном аккомпанементе идет вот с любыми сладостями. Не теряется на их фоне, а приятно дополняет. Для меня стало открытием, что масло бергамота получают именно из кожуры бергамота. Хотя тем людям, которые занимаются ароматами, это может быть очевидно, но вот для меня не совсем. Интересно, что они делают с мякотью. В древние времена использовали долгий ручной процесс получения масла. Сейчас он полностью автоматизированный, быстрый, промышленный, и несмотря на это в год производится 100 тонн настоящего масла бергамота. А на рынок поступает 3000 тонн. Как так? Очень просто. Масло смешивают с другими ингредиентами для того, чтобы сделать его дешевле. Используются как другие настоящие ароматизаторы, типа масла горького апельсина, так и синтетические ароматизаторы. В разных регионах мира используются разные сочетания синтетических ароматов. Лаванда, цитрус, хвоя. И в разных странах есть разные предпочтения об их сочетании. Альтернатива номер четыре. Шайхун с молодых деревьев. С деревьев значит корневая разветвленная система, которая уходит под землю, тянет все это с земли в листья, и потом у нас получается насыщенный, экстрактивный, богатый чай. И по воздействию, и по вкусу. Шайхун значит высушенный на солнце, то есть не прогретый, не прожаренный в печи, а именно натурально, неторопливо, медленно высушенный на солнце, что формирует совсем другой вкус, чем у прочих красных чаев. Очень любопытный, очень модный в Китае в последнее время. Аромат душистый, вкус мощный, плотный и очень бархатисто терпкий. Эта терпкость она идет прямо такой гигантской волной, ягодной, которая вас вообще смоет с чайной доски, с чайного места. Очень приятный. Чем больше кладешь, тем ярче получается, но не перезаваривается. Надо очень постараться, чтобы перезавариться, и скорее всего не получится. Этим похож на Earl Grey, что просто все ярче и ярче, все вкуснее и вкуснее. Легкая, тонкая, ментоловая нотка. Очень приятный красный чай Шайхун с малых деревьев. Между прочим, все это видео потому, что один наш подписчик спросил нас про альтернативы такого простого каждодневного чая в комментариях к видео про Дахун Пао, и мы сделали это. Поэтому не стесняйтесь, пишите, спрашивайте, и мы обязательно снимем классное видео на эту тему. Альтернатива номер три. Дзинь хун дзинь ло. Дзинь золотой, ло спиральки. То есть золотые спиральки. Золотые, потому что типсовые, потому что вот самая ценная часть чайного куста, и прямо из нее скрутили чай. Чайный ворс дает ощущение на языке такого какой-то пшеничной выпечки, и потом все это переходит в пастилу с ягодами, такую, знаете, с сочными ягодами, которые прям лопаются у вас на языке. Очень приятный, разнообразный, переливчатый, очень долго заваривается. Мы два литра вчера через нее пролили, и все еще она давала насыщенный такой, бархатистый, выраженный вкус. В этих переливах и проявляется, формируется характер дзинь хун дзинь ло. Это экстрактивный, экономный в этой связи. Очень простой в заваривании чай, который подходит для любого способа заваривания, который похож на Эрл Грей своим насыщенным, таким ягодным переливчатым букетом, и он просто восхитительный. Любопытно, но существует целая вселенная разных видов Эрл Грея, потому что в 19 веке, когда все это входило в обиход в Англии, царила жесткая, ну как и сейчас, чайная конкуренция. Английские чай торговцы предлагали самые разные варианты Эрл Грея. Начать с того, что оригинальный Эрл Грей делался из китайского кимуна, и этот сорт не предполагался. К дегустану с молоком. Поэтому очень быстро англичане сказали, где наш Эрл Грей с молоком, и уже рынок предложил варианты на основе индийского и цейлонского чая. И вот они делали этот Эрл Грей с молоком, и появилась разновидность Эрл Грея, которая называется Лондонский туман. Это кипяченое молоко, ванильный сироп, ну и Эрл Грей. Русский Эрл Грей. Это Эрл Грей с лемонграссом и кожурками цитрусов. Есть французский с лавандой, есть леди Эрл Грей с васильком, и тысячи их, тысячи этих разновидностей Эрл Грея. Альтернатива номер два – мелансян даньцун. Традиционный представитель темных улунов, прогретых из Гуандуна. Это большие, крупные, продольно-поперечно скрученные листочки, обычно очень высокого качества. Это яркий аромат экзотических фруктов, маракуйя и восхитительная первая пиалка. Ментоловая послевкусие, грейпфрут, яркий цитрусовый букет, искрящийся. Это много проливов или одно насыщенное настаивание. И надо быть чуть осторожным, потому что он очень экстрактивный. И вот эта вот грейпфрутовость, она может, если много вы возьмете, превратиться в полынность. Такой крепкий очень чай. Даньцун – это целое отдельное направление, целая философия, целая субкультура внутри чайной субкультуры. И можно вот очень просто сэкономить себе кучу времени и получить много вкуса, если просто вместо Эрл Грея взять себе мелансян даньцун, его заварить, настоять, любым способом приготовить, и получится очень хорошо. Интересная культурологическая справка. Существует несколько видов чайной церемонии, и одна из них называется Чао-Джоуское чаепитие. Это когда в Гуандуне, в деревнях, на улице деревень стоит стол, за ним сидят мужчины, четверо-трое мужчин, берут гайвань или чайник, запихивают туда заварки вплоть до самой крышки, крепко-крепко-крепко заваривают, так что получается уже такая грейпфрутовая водка чайная практически. Пьют и говорят о поэзии. При этом сомалят сигареты как черти, и говорят, конечно, может быть, и не совсем о поэзии, но во всяких разных чайных учебниках и информационных статьях пишут, что существуют классические традиционные темы для разговора за чаем, и вот туда не входят политика, деньги и все то, что может отвлечь от вкусного чая. Альтернатива номер один. Руби номер восемнадцать. Что такое номер восемнадцать? Это отсылка к тайваньской чайной станции, где уже несколько десятилетий тайваньцы селекционируют самые крутые классные культивары, и потом эти чаи по всему острову выращиваются, и мы получаем их вот сюда, например, в магазин. Чем интересен номер восемнадцать? Тем, что это гибрид осамики, индийской осамики и местных тайваньских дикоросов. И поэтому этот чай, он как универсальный солдат. Он соединяет в себе китайский аромат, тонкий и изысканный, и мощь индийского вкуса. Все вместе дает сбалансированный полный букет, и при этом он имеет сумасшедшую ароматику. Это ментол, это корица, это мед, это эвкалипт. Все вместе как бы благоухает невероятно. Звонкий ментоловый вот этот мягкий вкус, экстрактивность невероятная, то есть можно положить на 30% меньше, чем других чаев, и получить настолько же интенсивный настой. Вкусно, разнообразно, очень похоже на Эрл Грей вот этим вот маслянистым, звонким ароматом. И это просто один из таких знаменитых на весь мир классных красных тайваньских чаев. Очень рекомендуем и советуем. Друзья, а сейчас мы заварим в бабушкином сервизе рубиновый номер восемнадцать. Самый крутой чай из нашей подборки. Во первых строках надо хорошо прогреть посуду. Заливаем кипяток, ждем 30 секунд. Засыпаем в разогретый чайник чай и заливаем его кипятком. Время ожидания 5 минут. Первое, что нужно сделать, если вы хотите заварить хороший чай, и у вас нет специализированной чайной посуды, достаньте из шкафа ваш чайный сервиз. Это тонкий фарфор, это классическая форма, он превосходно раскрывает аромат чая, он сохраняет его букет. А какое удовольствие взять в руки чайную пару. Это просто супер крутая тема. И мы все очень много теряем, игнорируя этот факт и снисходительно относясь к сервизам наших бабушек, наших семей, которые собирают пыль у нас в шкафах. Осталось перемешать чай и разливать его по чашкам. Ох, аромат такой медово-карамельный, ментоловый. Восхитительно. Ну что, друзья, это был наш топ-5 альтернатив чаю Errol Grey. Надеемся, вам что-то понравится и вы найдете для себя интересный шаг вперед. Мы рассказали про несколько интересных, ароматных, разнообразных чаев, которые в чем-то похожи, в чем-то отличаются от знаменитого английского купажа. Заходите в комментарии, пишите вашу альтернативу чаю Errol Grey, пейте хороший чай и оставайтесь хорошими людьми. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова